Праздник, который нельзя пропустить. День матери. Праздновали его и в облаке знаний. Ноябрь выдался насыщенным и богатым на различные мероприятия и праздники, в которых принимали участие дети и их мамы, папы, бабушки и дедушки. Это центр развития детей совсем молодой, младше самых маленьких своих посетителей, но уже довольно популярен среди соликамских родителей. Главные тому причины – удобное расположение в центре города, уютная обстановка внутри, грамотно подобранный персонал и образовательная программа, которая стабильно пополняется новыми занятиями и направлениями. В центре открыты скорочтения, ментальная арифметика, репетиторство по всем предметам, группа продленного дня. Среди педагогов есть участники конкурса «Учитель года», где они занимали призовые места. Мы очень рады, что именно в нашем центре работают такие педагоги. Ну а результаты – это восторженные отзывы родителей. Мы своими глазами увидели, отчего в восторге взрослые. Посетили многие занятия, где детишки занимаются как самостоятельно, так и с родителями. Например, скорочтение. Это не скучно, а в некоторых моментах даже шумно и подвижно. Желтый, черный, зеленый и желтый, зеленый. Красный, зеленый. Дети и взрослые вместе выполняют десятки заданий различной сложности. Решают анаграммы, шарады и не только. В педагогической копилке упражнений много карточек, буквенных лабиринтов, таблиц и текстов. Каждое из упражнений на мышление, на память, на внимание мы чередуем с самим чтением. То есть проверяем технику чтения, ставим правильное произношение у ребенка и занимаемся пересказом текста. Так как пересказ, вообще работа с текстом – это очень большая проблема у всех, у школьников вообще любого возраста. Дмитрий Виноградов с удовольствием занимается с дочерью Анастасией. Они давно ждали появления в городе курса скорочтения. Прогресс заметен уже через месяц занятий. Скорость чтения возрастает с 60, например, слов в минуту до 120. Раньше я читала, по-моему, мало слов. Теперь у меня появился результат, но я готова стремиться к лучшему. Детям нравится, ходят с удовольствием. Надеемся, что в дальнейшем улучшится не только скорочтение, но и усвояемость текста, глубина его, так сказать, восприятия и память. Еще одно направление в облаке знаний – ментальная арифметика. Это занятие под силу малышам с третьего года жизни. Родители уже оценили пользу от такой нестандартной математики. Она учит сообразительности, умению считать в уме, быстрому счету. Она очень полезна для развития мозга. Ментальная арифметика – это зарядка для мозга. Она развивает левое и правое полушарие. Направление это заработало в октябре. Были набраны три возрастные группы или звена. Промежуточный итог занятий можно подвести уже сейчас. Дошкольники уже через полтора месяца, приходя к нам, только зная счет до десяти, уже с легкостью считают двузначные числа, сложение и вычитание. Некоторые дети с начального класса уже через несколько занятий перешли в среднее звено, так как уже могли считать на абакусе числа трехзначные. Но воспитанники старшей группы уже устно проводят операции с трехзначными числами. Ярославе семь лет и она рассказала о своих успехах. Я умею считать двузначные числа. Ну, например, 15 плюс 3. Как ты посчитаешь? Скажи нам. 10, 5 и 3. И получается? 18. Также в облаке знаний есть уроки английского. С детьми работает преподаватель, знающий пять языков, Любовь Грибова. Она даже стажировалась за рубежом. Несмотря на то, что русского языка здесь по минимуму, комфортно на уроках ребятам с разным уровнем подготовки. Детей знакомят с традициями и праздниками англоговорящих стран. Хэллоуин, например, недавно отмечали. В костюмах с атрибутикой и с угощениями. Разбирали на необычном уроке суть и смысл этого праздника. В настоящее время это праздник совсем не страшный. Это костюмированные балы и очень нравятся детям. Они выучили много слов. Они умеют говорить, почему им может быть весело или наоборот не очень весело во время этого праздника. Почему люди боятся ту или иную нечистую силу. Они научились говорить, что им нравится в этом празднике. И, естественно, что вся лексика, все слова, которые по этой теме были нами выучены заранее, они сегодня еще раз повторились. Малышей, которые едва научились ходить, ждут в группах «Крохи и Бусинки». Здесь звучат песни для самых маленьких, разыгрываются кукольные спектакли, развивается моторика рук. Где игрушечки наши? Да, Олесенька, спасибо. Мышка, вот тебе игрушка. А вообще расписание занятий насыщенное. Пробелов нет. Каждый вечер во всех кабинетах идут занятия с группами детей разного возраста. В одном кабинете может проходить знакомство с кисточкой и красками. А в паузах при помощи подвижных игротанцев детей знакомят с окружающим миром. Нарсанзина, молодец! А это уже в другом кабинете. Девчонки тут опять же в игровой форме знакомятся с буквами, окружающими предметами, получают первоначальные знания о геометрии, что бывает квадратным, круглым. Это что у нас? Лицо! По лицу! Здесь мамы присутствуют только в качестве наблюдателей. Зато на занятиях в школу с улыбкой дети периодически прибегают к помощи родителей, как, например, в этом случае с большой пуговицей. А вообще это направление комплексное и проводится поэтапно для трех возрастных групп. 4-5 лет, 5-6 лет и с 6 до 7 лет. Это, кстати, самые посещаемые занятия. Здесь мы занимаемся и логикой, и математикой, и обучением грамоте, и развиваем моторику, и также получают дети очень много знаний из окружающего мира. Кроме этого, мы учим детей усидчивости на наших занятиях, развиваем память и логическое мышление, и главное – развитием речи занимаемся. А занятия по робототехнике нравятся в основном мальчишкам. Создание разных механизмов, схемы, шестеренки – все крутится и вертится. Инструкции и подсказки получают по телевизору и от педагога. Мне нравится конструктор собирать его. И там детальки разные есть. Мы делали весы, лягушку, еще делали башни. Иногда к этим занятиям и родители еще подключают. Тут в роли наставников уже сами дети. Я в качестве ученика своего внука собирали мы различные карусели, качели, потом их озвучивали, называли, говорили рекламу. Ну, в общем, интересное занятие. Мне нравится, что ему нравится. Есть в облаке еще и с психологом занятия. В играх и общении с дошколятами выявляется психологическая готовность ребенка к школе. А потом родителям даются рекомендации и консультации, на что обратить внимание в дальнейшем. Мы на своих занятиях поможем вашему ребенку адаптироваться в коллективе, учиться, знакомиться и дружить с детьми, распознавать свои эмоции, адекватно их выражать, может быть, бороться с теснительностью, неуверенностью, с какими-то страхами, развивать воображение и творческое мышление. Проще говоря, своевременная психодиагностика помогает родителям лучше знать эмоциональный и душевный мир их детей. Кроме развивающих и развлекательных, полезных и познавательных занятий здесь, в облаке знаний, есть еще и занятия вкусные, кулинарные мастер-классы. Мы сейчас как раз находимся на одном из них. Детишки, а также их мама и бабушки, прямо сейчас разрисовывают имбирные пряники. Здесь мальчишки и девчонки получают определенные, важные для жизни навыки. Знакомятся и учатся обращаться с кухонным инвентарем и утварью, учатся воплощать в реальности рецепты, знакомятся с родиной и историей некоторых блюд. В общем, на кухне есть и математика, и физика, и химия, и логика, а даже история с географией. Уже многие юные кулинары попробовали себя в росписи имбирных пряников, научились выпекать бельгийские вафли, готовить вкусные смузи. В этот раз кулинарные шедевры дети делают в честь Дня матери. Я делаю пряники и подарю потом маме. А вот этого человечка вы уже как-то назвали? Нет. Давай назовем его Максим, оператору будет приятно. Пускай. Назовем его Максим, как нашего папу. Детям было предоставлено несколько пряников различной формы, украсить которые можно было по своему вкусу и в какую угодно последовательности. Я делаю рыбку. Я ее украшу красителями. Получается? Да. Как рыбку назовешь? Эээ, бали. Ну а когда работа подошла к концу, пряники подсушили в печке и упаковали. А потом маленькие кулинары подарили свои вкусняшки мамам и бабушкам и поздравили их с Днем матери. Поздравляем! Поздравляем! Напомним, место, где дети и родители могут увлекательно и с пользой провести время, находится в центральной части города, на улице Кузнецова 8А, бывший дом Олейниковых. Часы работы, перечень услуг, расписание занятий и другую информацию можно узнать в их группах в соцсетях и по телефону 8-965-559-2241. Эмоции, которые рождаются здесь, лучшие доказательства того, что в облаке знаний уютно и хорошо всем. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания Соль ТВ. Продолжение следует...